Твоя чудеса Дивен Бог во святых своих, многолюбезные братья и сестры. Много святых, которые помогают нам в нашем трудном житии. И много очень помощи исходит из благодатных икон. И об одной из икон Божьей Матери, а именно Почаевской иконе Божьей Матери, и пойдет наш сегодняшний рассказ. Потому что 5 августа мы совершаем празднование Почаевской иконы Божьей Матери. Дорогие братья и сестры, ну если позволите, хочется сказать маленькую такую прелюдию, предисловие, увертюру, так сказать, словесную. Что иконы Божьей Матери и вообще часто иконы, они являются как бы очень важным событием. То есть они являются неким овеществленным чудом. Почему мы поклоняемся? Мы поклоняемся, собственно говоря, не краске и не стеклу. Но мы поклоняемся образу Спасителя, Бога или образу Преста Богородицы и Святых, которые на них написаны. Тем самым мы их чтим. И вот Господь, Он даровал нам по Своей незреченной милости, даровал нам ощущение иконы как овеществленного чуда, как материального чуда, как некой точки соединения земного и небесного. И особенно это видно в иконах Престой Богородицы. Совсем недавно мы праздновали День памяти Казанской иконы Престой Богородицы. Но если мы вспомним описание Казанской иконы Престой Богородицы, как она была обретена? Неизвестно, написана она была или нет. Или она чудесным образом, каким-то образом была подарована Престой Богородицей, граду Казани и всему православному миру. Потому что это было пепелище, это было пожарище. И вдруг девочке Матроне, невинному ребенку, снится сон о том, что в таком-то месте находится Казанская икона Престой Богородицы. Священники, клир, жители Казани приходят туда и действительно обретают эту икону, которая становится чудотворной и защитницей православной Руси. Примерно то же самое можно сказать и о образе Почаевской иконы Божьей Матери, День памяти, который мы будем чтить 5 августа в субботу. 5 августа по новому стилю. Эта икона Престой Богородицы также удивительна. И само образование Свято-Успенской Почаевской лавры вокруг святынь, вокруг Престой Богородицы, место, где она являлась, она тоже удивительна. Потому что, если вы обратите внимание, вот за моей спиной находится Почаевская икона Божьей Матери, то очень часто она рисуется со стопочкой, пишется со стопочкой. Что это за стопочка? В ее описании написано, что она явилась, представь Богородица, явилась Почаевским иноком, явилась пастухам на некой горе. Она была в неком огненном таком ореоле большом и с короной на голове. Она таким образом явилась. И то место, где она являлась, остался отпечаток правой ее ноги. И очень часто пачаевские семинаристы вспоминают, они видели отпечаток, этот правой ноги, он есть. Вокруг него, как бы, как вокруг некой святыни, построен собор Свято-Успенской же Почаевской лавры. То есть этот отпечаток ноги видно, что он, как бы, не сделан человеком, что он произошел неким чудесным, сверхъестественным образом. Потому что, будто бы, вот огненная стопа Пресвятой Богородицы, она расплавила камень, и, как бы, он потек, как масло. И впечаталось в этот камень, твердый камень, как пластилин. И вот, как бы, из этой стопочки, из этого места чудесно забил родник живой воды. И с того времени начинается чествование Пресвятой Богородицы на горе Почаевской. И, фактически, чуть-чуть раньше, конечно, но там начинается история Свято-Успенской Почаевской лавры. Образ, который мы будем праздновать в субботу, 5 августа, тоже имеет свою удивительную силу. Греческий митрополит Неофит, он путешествовал по землям Почаевщины, Тернопильщины и остановился в поместье благочестивой помещице Анны Гойской. Она была очень верующим, праведным человеком Царствия Небесные. Она же отписала земли свои будущему Почаевскому, ну, уже нынешнему Почаевскому монастырю. И с тех пор Почаевская лавра закрепилась юридически. И вот, видимо, очень понравился прием митрополиту Неофиту Уанны Гойской, что он подарил ей маленькую небольшую икону. Вот у нас над вратами всех Святского храма есть эта икона. Она уже в таком ореоле обрамлений золотом. Но первоначально это маленькая, небольшая, то есть она уже взята в оклад, скажем так, в драгоценный оклад. А первоначально это небольшая икона византийского письма, византийского списка, где находится Пресвятая Богородица, которая держит на ручке, на своей деснице держит Бога Младенца Христа и покрывает как бы его покрывалом. Также там на списке, в этой чудотворной иконе было несколько святых наклеймах, то есть по сторонам иконы расположено несколько святых. Среди них, например, святой мученик Мина и иные святые. И эта икона Пресвятой Богородицы, она просто, ну, как бы была подарена в дар этой помещице. И вот, когда митрополит уехал, через некоторое время служанка начала говорить о Негойской, о том, что ночью она видит свечение, исходящее от образа. И, как бы, она сначала не верила, сначала, как бы, ну, не принимали во внимание это чудо. Но однажды перед этой иконой исцелился брат Анны Гойской, исцелился от слепоты, полностью прозрел. И она поняла, что перед ней великая святыня, какую-то действительно мощь Божья, торжество Духа. И она побоялась держать такую святыню у себя дома и решила передать ее в дар монастырю. Таким образом, эта святыня оказалась в монастыре Почаевском. И сейчас висит над царскими вратами, ее спускают в определенное время всегда, и верующие могут ее лабезать. Очень много чудотворений прошло от нее, из этой иконы очень много. И, как бы, очень много исцелений произошло от этой иконы. Поэтому, можно сказать смело, что наши иконы православные, они являются, ну, действительно подтверждением чуда, того, что Господь не оставляет землю нашу православную. Вот, например, недавно в Николаевской епархии была икона из Изюмской епархии, это Харьковщина Спасни рукотворного, из Бориса Глебовского женского монастыря, села Водяной, из Меевской района Харьковской области. И вот эта икона тоже, допустим, с Почаевской иконой, она до сих пор продолжает, она имеет древний список. А эта икона обновлена совершенно недавно. В годы Второй мировой войны эта икона пролежала в погребе одной женщины, и она полностью была покрыта черным налетом. И вот ее в 90-е годы принесли, как бы, в монастырь и в храм, и поставили эту икону на горнем месте. И в одно время пять человек, два панамаря и три женщины увидели, что во время Харьковской песни произошло легкое движение воздуха, и как бы вспышка света произошла. Вспышка света. Одно время. Икона эта обновилась одномоментно. То есть одномоментно образ из черного полностью стал светлым, полностью стал золотым, очень прекрасным, очень хорошим. И вот, как вы понимаете, и это чудо, оно было зафиксировано комиссией по канонизации, Синодальной и Пархиальной Харьковской комиссии, и установлен день почитания этой иконы тоже 20 июля. То есть к чему веду? К тому, что, понимаете, все иконы православные, они не просто так. То есть они есть не просто так. Это как бы точка силы Божьей. Это та благодать Престой Богородицы, та благодать Божья, которая дарована нам. Это источник исцеления. Это те кладези живой воды, кладези Духа, которые мы приходим, пьем, исцеляемся и получаем мир, здравие, тишину, получаем исцеление наших душевных и телесных хворей. Поэтому, конечно, и особенно это видно, я же повторяюсь, иконами Престой Богородицы, как икона, например, Почаевской иконы Божьей Матери. Почему? Потому что Престая Богородица, как повествует множество житий, она не находится на небе. Она все время находится на земле, как я наговорил с твоим апостолом, что я с вами во все дни, чтобы сохранять нас, чтобы миловать нас, чтобы заботиться о нас. Ну а нам, как ее чадам, как маленьким детям, остается вопиять к ней в молитве и верить, что Матушка Престая Богородица обязательно нам поможет. Престая Богородица, спаси нас. И хочется сказать то, что, понимаете, дорогие братья и сестры, тоже в этом отношении, что часто человек ищет каких-то чудес, ищет каких-то знамений. Вот как-то беседа с атеистами, говорят, где ваши чудеса, почему там Бог себя не являет. Но Бог себя являет. Бог являет себя в иконах Престой Богородицы. Бог являет себя в иконах угодников Божьих. То есть Он есть, и Он себя являет. И это прекрасно. Просто надо... И Бог являет себя даже в том, что Он создает новый следующий день для человека. В том, что сама жизнь – это уже чудо Божье. Потому что, если внимательно рассмотреть все научные основы этого, то как бы невозможна была жизнь. Там одна миллиардная какая-то триллионная случайность того, что могла зародиться жизнь на планете Земля. И что совпали эти все газы таким образом, что жизнь на планете Земля зародилась. И что как бы произошло разные другие факторы в одномоментно совпали, чтобы именно для этих биологических существ эта атмосфера подходила и так дальше, и так дальше. Конечно, в этом всем мы видим промысел Божий. И, конечно, для нас православная земля является колыбелью. Она является колыбелью, которую Господь создал для нас людей. И для православных чудеса, в том числе и в иконах Престой Богородицы, происходят с нами постоянно. Главное, чтобы мы научились благодарно видеть эти Божьи чудеса. И безмерно благодарить Создателя нашего за все те неизреченные блага, которые нам посылают. И безмерно благодарить честнейшую Херувим и славнейшую Бесранея Серафим за то, что она стала матерью рода человеческого по воле Божьей. Стала мамой для каждого из нас. Музыка Музыка Музыка